добрый день дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я хочу вам показать просто очень красивые орхидеечки новые в моей коллекции и хочу чтобы вы тоже вместе со мной порадовались в общем солнышко сегодня выглянуло буквально на пару минут и пока я пыталась быстренько перенести сюда орхидеечки и поснимать для вас и солнышко опять скрылась но ничего я думаю так хорошо видно хочу вам показать свои новинки вот такие вот замечательные очень очень красивые орхидеи которые от которых просто невозможно оторвать глаз и давайте пожалуй мы начнем вот с этой красавицы это была моя мечта последнее время я очень-очень искала ее везде видимо посыл в космос сработал я все-таки ее нашла это прекрасная орхидея сорта монтре вот у нее очень плотные такие восковые цветы очень красивые и невероятно ароматные даже обычный ну обычной без мутации цветочек этого сорта является ароматным это я точно знаю раньше у меня была орхидея монтре но к сожалению она погибла у нее была огниль шеи красота этой орхидеи просто не может не удивлять с каждым разом и я конечно же искала искала в магазинах монтре и мне именно хотелось именно мутации бабочка очень хотелось я просто мечтала о ней и вот чисто случайно я нашла ее в магазине или как я просто от радости скакала в магазине когда ее увидела это просто было что-то непередаваемые какие-то ощущения которые я очень очень давно уже не испытывала это орхидеечка очень красиво и без мутации но в мутации она просто мутации бабочка она просто сногсшибательна и вот представляете я стою на расстоянии где-то метр от орхидеи и я ощущаю ее приятный аромат это орхидеечка распускается таким очень темным темным цветом бордо и потом она конечно перецветает постепенно фуксию у меня есть в коллекции еще пилор этого сорта тоже невероятный красавец сейчас он на бутонах и скоро мы сможем полюбоваться и его домашним цветением очень красивая орхидея безумно красиво и я очень рада что сейчас у меня появилась бабочка этого сорта посмотрите как ярко выражены у нее защипы какие они красивые то есть ведь орхидеи все индивидуальны бабочки в том числе очень индивидуально и у каждого защипы будут разные у каждой орхидеечки и вот у этой конкретно орхидееки очень красивой защипы мне прям безумно они нравятся вот она вся бабочка на этом цветоносике вся абсолютно все цветочки бабочки мутация полная посмотрим что она приготовит мне в домашнем цветении очень очень хочется на это посмотреть поскорее но пока она радует меня магазинным цветением кстати были бутончики она 2 засушила вот на кончике и на боковушке тоже она засушила потому что видимо ей сил не хватило но зато она распустила 4 цветка дома и очень приятно ароматит куст у нее очень большой сейчас я вам его покажу вот он этот куст прекрасная корневая прекрасный крупный куст это еще одна один бонус к такой прекрасной красотки всегда приятно чтобы растение было здоровым и крепким ведь правда вот такая красавица теперь живет у меня дома я надеюсь мы с ней подружимся и все у нас будет великолепно она будет радовать меня вновь и вновь что я могу сказать мечтайте мечты всегда сбывается ну я очень хочу в это верить потому что у меня именно так и происходит дальше я вам хочу показать вот этот невероятный беглиб так на секундочку я вот так вам его поставлю этот просто невероятной красоты беглиб посмотрите какие него цветы эти цветочки уже раскрылись у меня дома вот эти три цветочка вы все конечно же узнали этот сорт это сорт оба беглиб сорт известен своим строптивым достаточно характером строптивым и таким очень вредненьким я бы сказал и он оправдывает себя что я могу сказать при покупочке у орхидеи был очень такой хороший кустик но он и есть как бы слава богу с ним ничего не случилось но я уже показываю вам вы видите да что произошло как обычно по классике жанра это орхидея начала гноить шею сначала началось это с пожелтение нижнего листочка характерно от шеи он начал желтеть дальше начали портиться корни на шее вот вы можете видеть и в общем то пришлось мне принимать меры но честно говоря я ничего не делала кроме как я трижды уже обрабатывал эту орхидею максимом я замазывала шею и сняла поврежденный лист который желтый был конкретно гнили на шее черный пока что я не вижу слава богу но какие-то процессы там происходят потому как некоторые корни от шеи отсохли и вот мы потеряли один лист но я надеюсь что мои манипуляции помогут этой орхидеечки я бы очень хотела чтобы она осталась моей коллекции чтобы с ней ничего не случилось плохого и чтобы она продолжала радовать меня вы своими великолепными очень красивыми цветами они просто невероятные здесь светит лампа сейчас я ее выключу на секундочку да вот так чтобы вы не видели ее более розовом цвете вот жалко что сегодня нету солнышко очень жалко на улице хмурь постоянная каждый день когда солнышко выходит я пытаюсь ловить момент что-то сфотографировать что-то заснять сегодня солнышко выходило ровно на две минутки я ничего не успела конечно же но скажу еще по этой орхидеи у нее невероятно красивые цветы цветы бархатцы я бы так сказала плотная достаточно не не сильно они мягкие но и не очень такие прям супер плотные но достаточно плотные цветы бархатные на ощупь и я могу сказать что на камере она почему-то все равно не так выигрышно смотрится вот эти вот белые разводы когда цветочка открывается они прям и ярко белого цвета потом они немножечко как будто размазываются как будто бы размываются и в такой более более розовый и дальше уже в такой темный-темный бордо ну красивая вот на этих цветах очень хорошо видно видите она потом вся переходит в бордо даже вот эти вот белые пятнышки это вот на старых цветочках ну которые первыми раскрывались это отчетливо видно а вот эти три цветочка раскрылись дома и вот белый еще такой прям отчетливо виден белый окрас так орхидейка просто просто невероятно она приковывает к себе взгляд она просто выделяется из толпы бросается сразу в глаза я очень жду от нее домашнего цветения потому что я понимаю что это будет бомба это будет что-то невероятное невероятно красивое но знаете если вам попадется этот цветочек в магазине будьте готовы к тому на что он вам немножко потрепет нервы потому что я уже слышала и о других девочек и о других блогеров что очень такой капризный характер и могу только подтвердить это надеюсь что все у нас сложится и все будет хорошо потому что сейчас пока розетка чувствует себя ну нормально скажем так и пожелтение прекратилось я думаю что не буду я в общем загадывать но очень очень буду надеяться держите за меня пальчики чтобы все с этой орхидеечка было хорошо ну и теперь я познакомлю вас уже вам знакомым сортом вы прекрасно знаете это конечно это монза только монза в мутации ракушка цветы мутации ракушка посмотрите на эти цветы это что-то невообразимое я настолько люблю этот сорт вы просто ну вы уже наверное поняли что я его просто обожаю и в моей коллекции теперь ну скажем так я не буду называть цифру я скажу только то что в моей коллекции много монз много прекрасных этих красивых сортовых девочек орхидеечек посмотрите на ее окрас она просто она просто потрясающе просто потрясающе от обычного цветочка от обычно без мутации в общем этот сорт отличается именно окрасом у ракушек всегда окрас ярче намного ярче чем у обычной формы цветочка и вот вот эти вот по краешкам вот такие вот всполохи очень красивый как будто их кто-то гелевой ручкой нарисовал и они такие просто яркие такие цветы гораздо ярче чем у стандарта намного ярче посмотрите какие цветочки просто очень красивые сейчас нету солнышка и поэтому они кажутся немножко бледными хотя у этого сорта есть такая особенность что цветы выгорают они действительно очень выгорают и становятся бледными и достаточно быстро это происходит нужно успеть ловить момент если там фотографировать либо снимать потому что вот домашние цветы при уже искусственном освещении у меня раскрываются не такие красные скажем так каракотовые а более уходят видите в ржану и становятся такими рыженькими как будто бы да еще не все бутончики открылись посмотрите какие красивые бутоны у ракушки все говорят что разницы особой нету и по бутонам нельзя определить я могу сказать сто процентов что по бутонам орхидеи можно определить будет орхидея с мутацией или нет в данном случае мутация ракушка посмотрите вот эти завернутые края как раз как у ракушечки вовнутрь на бутоне это прекрасно видно посмотрите вот здесь тоже бутон он уже раскрылся так сейчас сфокусируется он уже вот раскрылся видите но все равно видно что вот эти вот краешки они загнуты вовнутрь и цветочек вот остается вот таким округлым имеет такую округлую форму с завернутыми вовнутрь краями лепесточков вот и естественно невозможно да не не любить такую красоту не восхищаться ею и поэтому я могу сказать что я я я влюблена особенно мутацию бабочки я просто влюблена не бабочки извиняюсь а ракушки в мутацию я просто влюбить влюблена в эти цветы вообще в этот сорт у мой любимый сорт и об этом можно догадаться да по количеству именно экземпляров которые есть моей коллекции но красоты много не бывает скажу я вам и вообще орхидеи очень загадочные такие растения которые вроде бы ты смотришь все прекрасно все замечательно и в какой-то момент они могут ну погибнуть в общем то и а очень хочется сохранить в коллекции вот эту прелесть и конечно же когда я увидела в магазине и и я сразу ухватила и просто-напросто я уже больше не могла ни о чем думать когда еще и увидела вторую я поняла что они мне нужны обе просто нужны обе вот ну могу сказать что я купила ее в в этом орхидеи все эти в строительном магазине на привозе что ну крайне трудно сейчас уже сделать привозов достаточно немного и очень много желающих поэтому очень трудно сейчас найти орхидеечку которую хочется которую хочется вот но я нашла и я этому очень очень сильно рада так розеточки у них тоже прекрасные замечательные посмотрите такие достаточно крупные и вот и корни корни вот у этой орхидеи замечательный у другой орхидеи немножечко корни не очень хорошие но вот у этой вот в горшочке но я думаю что у нас все будет хорошо я думаю что мы нарастим корневую и все будет замечательно сейчас я вам переверну еще вот этой стороной покажу посмотрите какая прелесть конечно тоже вот кстати тоже бутончик красивый бутончик ракушки посмотрите на этот бутончик и запомните если вы увидите такие бутончики знаете что это орхидея будет с мутацией вот конечно засушила она на вот боковых веточках свои бутончики и здесь тоже они засушили и здесь на кончиках ну маленькие бутончики они сушат магазинные это как бы но я не скажу что это норма но учитывая условия так сейчас секунду учитывая условия что у них меняются кардинально условия содержания то есть и про при транспортировке и все такое то естественно они так реагирует на стресс поэтому мы на это закрываем глаза и значит ну любим их даже такими и любуемся оставшимися бутонами но посмотрите бутоны еще все-таки есть да еще не раскрытых четыре бутона на это орхидеечки 2 и на этой 2 вот бутончиком не раскрытых я тут снимаю поставила их среди своих орхидей вообще не конечно же у меня стоят на карантине как как и положено я все эти правила соблюдаю обязательно так что не подумайте так а сейчас у меня же есть еще такая же монза ракушка домашняя я вам про нее рассказывала и показывала ее цветение фото вставляла в предыдущем видео когда показывала вам своих монс именно без мутации то есть которых явленьки приобрела не так давно да вот этот год конец года урожай на монс очень такой большой большой я ее опять называю монза но это по привычке уж простите вот можете конечно меня поправить но мы помним да что правильно говорить монса вот но я но для меня она монза все равно не знаю почему очень мне нравится и вот сейчас я могу вам показать бутончики который формирует домашняя орхидеи чко они тоже с мутацией и это уже видно сейчас я переключусь так вот она у меня стоит прямо в углу подобраться сюда очень-очень трудно но я вам сейчас покажу посмотрите видите 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 какие бутоны она формирует так фокусируйся нет не фокусируется видеть какие бутоны на формирует час секунду вот вот такие бутончики по бутонам уже понятно что мутация будет тоже невероятная красотка вот так она у меня прям смотрит в окошечко и получает солнечные лучи когда они выходят так что не за горами домашнее цветение этой прекрасной орхидеи так ну а сейчас дорогие друзья я вроде бы все уже так рассказала вам хотела бы с вами попрощаться вот хотела бы пожелать вам здоровья обязательно это важно пожелать вам всего самого-самого хорошего отличных вам выходных и и конечно же прекрасных красивых орхидеек и домашних и новых каких хотите 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 бабочек хотите бегалипчиков хотите ракушечек кого хотите того обязательно получите нужно мечтать мечты имеют такое свойство сбываться ну а я прощаюсь с вами до новых встреч пока-пока пока